всем привет что погнали дальше снимать ночной город мемелью место еду туда а Продолжение следует... 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 в общем не махать камерой медленно все снимать так вот велодорожка друзья велодорожка под мостом я напоминаю что я снимаю вторую серию выехал буквально покататься вот проехал я вместе с первой серии уже километров 15 вот административное здание самое первое вот это вот двойное ганса мне вот интересно это откуда столько новых офисов что там будут покупать конторы а это высоте уже пошли вот это вот жилые здания раз два три четыре в общем что-то быстро быстро отстроили в общем не был пару месяцев уже так быстро вы только посмотрите друзья вот интересно колесо его разбирают или перевели в зимний режим но я не вижу что на что чтобы сложили две части мне кажется что убрали ну естественно убрали кабинки и убрали верхнюю часть ну чтобы из может снизить парусность строение таскать а вот офигеть тут не видно но шторм не штурм еду обратно снимаю мемелю местность на память ночной не достроены а и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 В общем Полностью разрушили Оставили только балкон Ну где Гитлер выступал Вот И Кстати, а вы знаете, что Бентли Такая марка машин, которая Бэушная, очень в цене падает В общем, если вы купили Допустим, то Через некоторое время У вас Даже за полцены ее не купят Там вообще Чтобы что-нибудь поменять Какую-нибудь прокладку Нужно ее всю разбирать Вообще весь двигатель снимать, коробку Там вообще ужас Или допустим Или допустим Какая-нибудь Электроника Там какой-нибудь проводок Опрогниет Тоже замучитесь Я на одном канале смотрел Там Бентли Иногда ремонтируют Убитые Ну и погоду прикалываются Там, в общем Так, ну что Поехали обратно Здесь, где этот вот магазин Кофеин В 90-х Комиссионка была? Да и в советские времена Комиссионка была И что-нибудь иностранное Можно было купить И из техники что-нибудь Там вроде Братильнику Здесь Катушечный Магитофон купили Комета Насколько я помню Но потом Он его продал Купил Астра Если не изменяет Мерсклероз Конечно Это здание Тора будет сносить Как всегда Здесь отель Будут строить Это, в общем Была библиотекой Техникас Техническая Какая-то В общем До этого Вот мы видим Что это В конце 90-х Где-то есть Вот эта эмблемка Ой Скорость переключилась Аллегра Ресторана Даже вроде В начале 2000-х Он работал Был Где плюс-минус Палермо Для малолеток И этот Аллегра Уже для людей По старшим Болик был На первом этаже Оба Круто Бокс 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 там был Ставьте лайки И не забывайте Мыть руки Бокс 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 Будем Бокс Бокс Кстати, кто помнит, здесь фонтан был, возле Бетруги. Здесь лестница такая большая, вода стекала там в несколько уровней, ну как в несколько уровней, 6 уровней так стекала вода, в общем, но почему-то в нем никто не купался. Я знаю людей, до сих пор думаю, что Шведбанк находится возле Акрополиса. А здесь СЭП находится, в общем, СЭП сейчас в центре города, а Шведбанк сейчас вот здесь находится. Здесь такой жилой дом будет строить. Я не понимаю, зачем идти на велодорожке, если ты плохо идешь. Да еще и курить. Что за глюк матрицы такой ходячий. Проезжаю Акрополис. Обычно, если видео есть Акрополис, немного лучше смотрят и смотрят юные зрители почему-то. Хотя это неудивительно. Это мне дает повод уже написать видео. Так, всего проехал я всего лишь навсего 21 километр за две серии. Не первый раз замечаю, что здесь по вечерам свет горит, весь этаж. Или оставляют его. Оставляют. Как ночной свет, что ли. Как открыли, у нас в городе на улице Лепу второй Макдональдс. Макдональдс-кафе тоже. В общем, здесь смотрю, что людей поубавилось. Потому что в основном приезжали из тех районов, где сейчас новый Макдональдс стоит. И вообще, я удивляюсь, чем-то можно накушаться. У нас же в Литве порции маленькие. Вот в Германии, допустим, там в других странах, в общем, в Центральной Европе, меню другое в Макдональдсе и порции большие. А у нас, как всегда, экономят. Подъеду, покажу нашу Швиттер-арену. Там сегодня горит свет. Какой-то концерт. Или баскетбол. И поэтому во всем районе невозможно машину поставить. Допустим, рядом торговый центр, арена. Допустим, люди захотят пойти в магазин, приехали на машине. Они не могут машину поставить. Вот когда вот такие идут вот здесь рядом, можно сказать, концерты. Это еще черт с ним. Вот, кстати, бассейн. Это бассейн. Почему так спроектировано, что площадки не хватает? Или это было за делом, что... Как в Каунасе будут использовать еще площадки Акрополиса. Так получается. Не могу выехать отсюда. Кругом машины едут. Также это здание новое. Я хочу показать. Буквально в этом году его открыли. Аутлец. Хотя кому он нужен, этот Аутлец, не понимаю я никак. Вот это бывший советский вычислительный центр. Его отреставрировали по проспекту Тайкос. Здесь много таких всяких магазинов. Мебели, вон, пожалуйста. Какие-то полотенца. Полотенца. Еще мебель. Какая-то эксклюзивная. О, курилка даже есть, вы прикиньте. Аутлет зачем? Здесь же рядом есть декатлон. Французский. Зачем это что-то? Аутлет? Аутлет. Тебя забыли спросить. О, круто. Клумбы поставили, чтобы машины не проезжали. Что-то их не помню. Что им жалко что-ли? Сразу кирпич. О, кирпич. Да. Джиск уже на Рождество продает. Того, глядите, елки еще в городе поставят. До новых встреч, друзья. Ставим лайки. Вот такая вторая серия была. Всем мира.